Это не Босфорский мост, а это не японская вилла, а это не теремок в купеческом стиле в центре Москвы. Это удивительный поселок Босфорус, который находится тоже на европейской стороне Стамбула, километрах в 25 от самого-самого центра. Ну, я приехал сюда не рекламировать его, упаси господи, я, как всегда, вам расскажу, драматурги ругаются на меня, потому что, видите, здесь у квартирок на первом этаже свои собственные бассейны, хотя на территории комплекса есть еще три бассейна. Ох, какая красавица! Ну ладно, помолчи, я ничего, я тебя не съем. Ребят, это ролик о том, как турки, во-первых, уклоняются от налогов, а во-вторых, как оформляют сделку по продаже недвижимости, чтобы что пишем по белому, а что по черному кладем, как при этом получить вид на жительство, и какое при этом оформить, какие бумажки. Ух ты, симпатяга! Ну и что ты гавкал, да? В бассейне купаешься? Не знаю, купается ли он в этом бассейне, или ему не разрешается. Может быть, он в реке купается. Вы поняли, да? Драматургия и никакой рекламы этому же личному комплексу, который построен 7 лет назад, и поэтому здесь еще давным-давно люди живут, и поэтому если и покупать что-то, надо искать на вторичном рынке. Значит, самая шикарная квартира здесь стоит 750 тысяч долларов, вот такая, вот со своим бассейном, вон там она. Но не об этом речь, поехали драматургию качать! Благодаря Татюрку Турция это очень качественное государственное управление, и поэтому здесь хорошо собирают налоги и почти не позволяют от них уклоняться людям. Поэтому, например, если какой-то застройщик хочет продать свою квартиру, например, стоимостью 700 тысяч долларов, но не платить налоги, уклониться, оформить по-белому 500, а остальное взять черным налом у покупателя, а русскому вообще все равно, у него, конечно, все в черном нале, то государство за этим бдительно следит. И при каждой сделке купли-продажи квартиры нужно обязательно получать экспертизу, так называемую. Экспертизу делает государственный сотрудник или есть частные эксперты. За это платится ему там то ли полторы, то ли пять тысяч лир, не знаю, в зависимости может быть от квартиры. И он пишет, какова рыночная стоимость этого объекта. Это минимальная возможная цена и максимальная. И вот, в принципе, говорят, что некоторым экспертам пытаются дать взятки, чтобы накрутить стоимость выше или ниже рыночной стоимости. Для чего? Ну, кому как. Кому-то уклоняться от налогов, и тогда надо пониже, а кому-то, наоборот, надо поднять повыше, чтобы покупателю хватило на гражданство. То есть 400 тысяч долларов по нынешним временам. И вот эти вещи могут вычислить спустя год или два. И если вы получили гражданство вот с таким вот, с такой хитростью, у вас его могут отозвать спустя год или два. Поэтому, ребят, с гражданством не шутите. Просто чуть-чуть пойти навстречу турку и оформить чуть больше, чуть меньше. Окей, да? Но если будет прям серьезное отклонение от рыночной цены, не надо на это идти, не надо с этим связываться. Так, еще один нюанс и еще одна хитрость. Дело в том, что если ты купил квартиру дешевле 400 тысяч долларов, ты же, в принципе, можешь в своей квартире жить, правда? Ты же можешь получить вид на жительство в Турции? Можешь. Но если твоя квартира дороже 75 тысяч долларов, окей. А возникает вопрос, а если вы нашли квартирку дешевле, да? Вот за 60 тысяч долларов какую-нибудь маленькую однушку, конечно, не в таком роскошном комплексе, ну ладно, где-то, кому-то. И подаете на вид на жительство. Что вам? Дадут или не дадут? Дадут. Но это будет обычное туристическое ВНЖ. Туристический вид на жительство. То есть вот как я получил туристический вид на жительство всего на полгода. Потому что я арендую квартиру на год. А вы купили квартиру, но недорогую, да? Вам дадут тоже туристический вид на жительство, который спустя годы никогда не превратится в гражданство. Важный момент, да? А вот если у вас недвижимость дороже 75 тысяч долларов, то спустя 5 лет оно может превратиться в гражданство. Но, говорят, просто так не дают. Нужны еще какие-то обстоятельства. Либо вы здесь учредили фирму, начали работать. Либо получили легальную работу, зарплату. Все по белому, платите налоги. Либо, по-моему, ребенка родили в Турции. Но это будет через 5 лет. Ребята, слушайте. Сейчас нам не до того. О, а вот мне девочки машут ручкой. Смотрите, какие милые девочки. В платочках, видите, сидят. Потому что дождик начался. Дождик, красота. Боже мой. Тут под этим дождиком все растет. И поэтому вот не пустыня. Вот не Дубай совсем. По всем вопросам о недвижимости в Стамбуле обращайтесь к моей жене. Телефон, как обычно, на экране. Эля. Так, пошли посмотрим здесь квартирку, которая продается. Значит, 4 плюс 1. То есть она по московским меркам аж 5-комнатная. И на втором этаже цена у нее 12 миллионов лир. То есть это будет 705 тысяч долларов. Ого, там просто люди живут. 200 квадратных метров реально или это брут-то называется? Ну, наверное, 175 реальная квартира, да? Окей. Так, оба, как красавица ты здесь живешь. 175 метров. Ну, конечно, будешь ездить на коньках. На лыжах можно кататься по такой квартире. Не, ребят, самое главное, это, конечно, вот вид из окона. Посмотрите. Вот он, этот удивительный жилой комплекс. Честно говоря, когда мне показывали фотографии, он как-то не впечатлял. А вот сейчас я поражен, что такое бывает. А за 12 миллионов лир продается вот квартира где-то там, внизу, с таким вот бассейном. О, а вон, смотрите, человек не чистит бассейн. Что с ним бывает в такой ситуации? Да бред, свой бассейн зачем? Когда есть на территории комплекса, по-моему, еще три бассейна, где можно купаться. А вот в этой реке нет, только вот на лодочке кататься. Момент. А вот эти все квартиры напротив, они тоже относятся к этому жилому комплексу? Там просто есть квартира, один плюс один. И сколько будет однушка стоить, не знаешь? Два с половиной миллиона. Два с половиной миллиона. Но им разрешается пользоваться всеми вот этими вот речками, бассейнами, всей этой красотой? Да, да, это все подходит. Ну тогда мне больше нравится вон тот хай-тек дом, назовем это. Ну не хай-тек, а конструктивизм. Мой любимый конструктивизм начала 20 века. Так, сколько же здесь комнаты? Четыре плюс один. Раз. Детская. Так, еще одна. Тоже детская. Ага, здесь семья, у которой очень-очень много детей, я так понял. Ну вот, розовая красота. Жизнь удалась. Потом один санузел. Ну обычный белый, ничего особенного. Дальше, видимо, хозяйская спальня. Со своей ванной, с огромными гардеробами. Вот, вот так я сам себя снимаю, видите? Вот микрофончик, чтобы звук был качественный. И так, ох, мама моя дорогая. Ну вы видите, да? Вид на этот красный особнячок. И ты из своей спальни можешь, кстати, прям лежа на кровати, глядеть туда вот на озеро. Ну классно. Другие минуты приезжаем. Да. Так, и вот, значит, кухня. О, с таким красивым столом. С ума сойти, а? Не сам ли его делал хозяин этого дома? Видите? Все по-простому. Просто привинтил. Главное найти кусочек дерева, вот такой подходящий. Ну кухня, конечно, огромная. Да, в ней тут поместится любое количество гостей. Даже гостиная, как таковая, не нужна. Со всеми. Но главное, конечно, вид, вид, вид. Ребята, вы посмотрите, а? Вы посмотрите, какой тут вид, а? И лодочки, и девочки плавают. Ну, на мой взгляд, на первом этаже не нужно. Вот третий прям отлично. И вот еще одна. Кабинет, что ли, или какая-то постирочная. Ну, понятно. Еще. И, о, вот это классно. Это здесь у тебя две стиральные машины, или одна из них сушка. Наверное, две. Та шоколад. Так, и вот очередной гардероб, да. Классно. Ну да, квартира. По-моему, по площади больше, чем мой загородный дом в Москве был. Но, конечно, вилочки в японском стиле здесь поражают. Воображение мое. Ох, сколько же еще будет меня удивлять Стамбул. Я думал, что где-то за год можно изучить Стамбул. Ну, а, видимо, надо лет 10. Надо будет приехать в этот комплекс в солнечную погоду и посмотреть, что здесь есть подешевле. Ну, трехкомнатную квартирку вдруг можно найти за 400 тысяч долларов, а? Узнаем, узнаем. Но, судя по этим рейндж-роверам и мерседесам, ох, я не знаю, сколько здесь что может стоить. На мой взгляд, надо брать квартиру вон там, в многоэтажечке, окнами на восток. И тогда солнышко утром тебе чуть пожарило, потом ушло, и тебе не жарко, и вообще кондиционер не нужен. Вот у меня квартира окнами на север, я живу вообще без кондиционера. О, здрасте. А почему вы в таком недобитом находитесь особнячке? Нет, это не наш особняк. Просто, думаю, мы этот... А вы где обитаете? На 27-й дом. Ах. 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 Продолжение следует...